Запасы тяжелых углеводородов Один из перспективных методов добычи высоковязких нефтей является метод внутрипластового горения. Этот метод является менее вредным для экологии и позволяет частично улучшить качество нефти уже в условиях пласта. За этими словами скрывается новая парадигма в добыче нефти, которая является потенциально революционной. Именно этот принцип взят за основу для начала работы с действительно мощным оборудованием, входящим в арсенал казанской козы. О планах собрать свою, да еще и не похожую ни на чью больше трубу горения, ученые академической стратегической единицы «Эко-нефть» говорили еще осенью 2016 года. К 2020 году данная установка была не только полностью готова, также ученые провели необходимые эксперименты и начали полноценную работу с трубой горения. Без капли сомнения можно утверждать, что сегодня в руках ученых КФУ находится по-настоящему грандиозное научное оборудование, которое в разы расширяет возможности по исследованию новых методов добычи нефти и увеличения нефтеотдачи. Труба горения Made in KFU состоит из двух модулей – большой и малый труб. Так, например, малая была разработана вручную ученой группой САЕ «Эко-нефть» в целях наблюдения за фронтом горения и визуализирования всех стадий процесса. Не менее важно и то, что благодаря малогабаритной трубе ученым предоставляется возможность без особых ресурсозатрат оценить влияние катализаторов на процессы внутрипластового горения, а студентам в АОЧе увидеть процессы, проходящие глубоко в недрах земли. Эта установка позволяет при составлении проектов нефтяными компаниями в экстренном порядке определить качество нефти, как она будет себя вести в условиях внутрипластового горения и влияние на этот нефть различных катализаторов. Еще одна отличительная особенность установки в том, что в нее можно загружать довольно крупные образцы и уже в ходе эксперимента анализировать выделяемые под воздействием пара или внутрипластового горения продукты. Это дает возможность регулировать параметры проходящего процесса именно в том направлении, которое наиболее интересны исследователям, а не вслепую, как это происходит на старых трубах горения. Эта же труба позволяет визуализировать процесс горения. То есть мы можем наблюдать за стадиями, мы можем наблюдать за определенными моментами в процессе. Это также очень полезно в плане фундаментальных исследований именно процесса горения нефти в породе, в пористой среде. То есть здесь как раз проводятся не только коммерческие проекты для нефтиных компаний, мы также проводим фундаментальные исследования. Пройденные без единой заминки эксперименты с малой трубой дали начало работоспособности всей установки в целом. К сегодняшнему дню ученые САЭКО «Нефть» уже провели необходимые эксперименты, как говорится, от и до, в ходе которых были получены все данные по распределению температуры и продуктов, а также проведенные все необходимые параметры. Эксперименты показали, что вся система предельно налажена и работает как часы. Разрабатываем в настоящее время стратегия развития нефтяного комплекса, предусматривает отказ от сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках и его рациональное использование, в том числе для увеличения нефтеотдачи пластов. Следует отметить, что растворение в нефти попутного газа изменяет ее физико-химические свойства. В условиях многоконтактного процесса смешения изменяется вязкость, плотность, а также многокомпонентный состав фаз. Два года назад на базе Казанского федерального университета при поддержке Министерства науки высшего образования Российской Федерации введена в эксплуатацию уникальная установка для физико-химического моделирования, процесса парагравитационного дренажа и внутрипластового горения. Основной акцент при проектировании установки был сделан на отечественные компании, производители КПА, контроллеров, программ, визуализации и технологического оборудования. На сегодняшний день у нашей научной группы имеется успешный опыт реализации крупных проектов по тестированию и подбору оптимальных методов увеличения нефтеотдачи. Основным драйвером при создании новых установок является смена стереотипов по использованию готовых зарубежных технологий и развитию современных отечественных технологий по схеме задачи проектирования реализации результатов. Это позволит привить интерес будущих специалистов к науке, выработать подход, решение задач в условиях динамично развивающихся технологий в области нефтедобычи трудноизвлекаемых углеводородов. В России существуют две установки такие. Одна у нас, вторая в Сколтехе. Но преимущество нашей установки это в том, что мы можем достичь на реальном керне, выбуренном из породы, 350 градусов, что не могут другие установки себе позволить. Не менее важно и то, что развитие новых компетенций сотрудников САЭК «Нефть», освоение технологий, разработка исследовательского комплекса, собственное ноу-хау и решение нестандартных задач по текущим проблемам нефтяных компаний позволят в долгосрочной перспективе КФУ оставаться лидером. Уникальный не только в России, но и в мире центр моделирования ТРИС позволяет тестировать новейшие технологии для месторождения нефти и газа. Исходя из этого, понимание, что эпоха, когда нефть вытесняли из пласта под напор воды, до сих пор наиболее распространенная технология в России и многих других нефтедобывающих странах уходит в прошлое.